Библейский портал экзегет.ру представляет 48 глава книги Бытия, перевод российского библейского общества. Я читаю его для библейского портала экзегет. Ну вот у нас заканчивается история про жизнь Якова и его встречу с сыном Иосифом. И, пожалуй, нигде так подробно в Библии не описана смерть праведника, как в 48 главе. Это не на войне, это не в ходе каких-то особых событий. Просто человек умирает от старости. И это описано очень подробно, что не случайно. Давайте подумаем, почему, собственно, 48 глава – это вот Яков перед самой смертью, и 49-е будет перед смертью, 50-е будет про то, как он умер. Некоторое время спустя, узнав, что отец болен, Иосиф привел к нему своих сыновей, Моносию и Ефрема. «Пришел твой сын, Иосиф, – сказали Якову. Тот собрался с силами, сел на постель и обратился к Иосифу. Некогда в Лузе, в земле Ханаанской, мне явился Бог Всесильный. Он благословил меня и сказал, – я сделаю твой род плодовитым и многочистенным, произведу от себя множество народов, а эту землю навеки отдам твоим потомкам. «И вот теперь, – сказал Иаков Иосифу, – я усыновляю обоих твоих сыновей, которые родились в Египте до моего прихода. Теперь Ефрем и Моносии будут моими наравне с Руимом и Симеоном, а сыновья, родившиеся у тебя после, те твои, но причтены будут к родам своих братьев и получат наследство из их доли». Трудно нам понять, что он делает и зачем, и почему, вообще говоря, здесь Иосиф к нему обращается накануне его смерти, даже ничего не говоря, но Иаков это прекрасно понимает. Смотрите, Авраам, Исаак и Иаков – это патриархи, которые передавали своему сыну одному какое-то благословение особого рода. Вот Исаак передал Иакову, а Исааку – только то, что осталось. И, по-видимому, Иосиф, придя к нему со своими сыновьями, у него на данный момент два сына, говорит тому, «Я хочу получить от тебя благословение». Но это понятно, потому что Иосиф спас всю семью, потому что Иосиф – любимый сын Иакова, казалось бы, вот он должен получить это благословение. Иаков не дает его только Иосифу, но делает следующую вещь. Он поднимает его потомков на одну ступень в генеалогии. То есть у Иакова есть 12 сыновей, и он говорит, что сыновья Иосифа, то есть его внуки, их двое, Ефрем и Моносея, поднимаются в счете поколений на одну ступень и становятся вровень с братьями, со своими дядями. И для родового сообщества это очень важная вещь, потому что, соответственно, наследство, права по разделу земли, по всему остальному, они идут по поколениям. И вот здесь это поколение, оно в отношении Иосифа поднимается на одну ступень. Но это, может быть, не то, чего он ожидал. А Майор Ахиль, сказал Иаков, умерла в пути, когда я возвращался из-под Дана, в Ханаане, неподалеку от Эфраты. Там я и похоронил ее, в дороге на Эфрату, что ныне называется Вифлеем. Ну, вот Эфрата, она же в Вифлеем, место, где родится, конечно, царь Давид. А все знают по другому Рождеству этот город. И оно с самого начала каким-то образом выделено. Это вот могила Рахиля, любимой жены Иакова. Посмотрев на детей Иосифа, Израиль спросил его, кто это? Это мои сыновья, ответил Иосиф, которых здесь даровал мне Бог. Подведи их ко мне, сказал Израиль, чтобы я их мог благословить. Старость помрачила глаза Израиля, он ничего не видел. Как в свое время, смотрите, история с Исааком, да, и к нему тоже подводят двух его внуков, но он их только что назвал детьми, да, он сказал, что они вровень с детьми старшего и младшего. Иосиф подвел к нему детей, Израиль расцеловал их, обнял и сказал Иосифу, я и тебя-то уж не надеялся увидеть, а вот Бог дал мне увидеть и твоих детей. Иосиф взял своих детей, они были на коленях у Израиля и поклонялся отсюда земли. Когда Иосиф подвел своих сыновей к Израилю, то Ефрем был справа от него, от Израиля, по левую сторону, а Моносея слева от Израиля, по правую сторону. Смотрите, у них тоже старший и младший, и, соответственно, Моносея под правую руку деда или уже названного отца, а Ефрем под левую. Но Израиль положил правую руку на голову Ефрема младшего, а левую на голову Моносея. Он скрестил руки старшего, так что руки его скрестились. И благословил Израиля Иосифа такими словами. Бог, при лицом его жили отцы мои Авраам и Исаак. Бог, пастырь мой всегда и до ныне, ангел, избавлявший меня от всякого зла, да благословит отраков. К роду моему они принадлежат, к роду отцов моих Авраама и Исаака. Многочислено будет на земле их потомство. И здесь уже нет эксклюзивности в этом благословении. То есть оно уже может быть повторено и по отношению к другим сыновьям Иакова. Отбор произошел. Отныне умножение. Отныне род, соответственно, Авраама и Исаака и Иакова начинает распространяться. Это израильский народ. И он весь целиком наследует это благословение, наследует эти отношения Завета. Но внутри него все равно есть некая иерархичность. Увидел Иосиф, что свою правую руку отец возложил на Ефрема и, приняв это за ошибку, взял руку отца, чтобы переложить его с Ефрема на Моносию. Старшему правая рука десница и младшему левая шуя положена. Не так, отец, сказал Иосиф, вот первенец возложил на него правую руку. Я знаю, ответил Израиль, я знаю, сынок, от него тоже произойдет великий народ. И все же младший брат превзойдет его и даст началом множества племян. Смотрите, вот в жизни самого Иакова это состоялось, что младший брат, он же Иаков, обогнал старшего. И вот этот образец как бы становится подражательным в грядущих поколениях. И первые будут последними, и старший уступит место младшему. Вот то, что и в Новом Завете мы можем так или иначе увидеть. Вот слова, которыми Израиль благословил их тот день. Благословением вы станете для израильтян. Они будут говорить, благословляя друг друга, да сделает тебя Бог подобным Ефрему и Моносии. Так поставил он Ефрема вперед Моносии. Ну и это объясняет некую иерархию внутри, собственно, израильских колен или племен. Причем Ефрем и Моносии, это два самых крупных колена северного царства. Но Ефрем, конечно, на первом месте. Потом Израиль сказал его, «Я скоро умру, но Бог будет с вами и вернет вас в землю ваших отцов. А тебе я даю горный кряж, Шехем, ты будешь выше, чем братья». Отбил его Мореев мечом и стрелами. Ну, это история как раз про то, как город Шехем был взят. Причем Симеона Ливии его взяли, сыновья Израиля. И он совершенно не одобрял, кстати, их поведение. Но территория, тем не менее, была завоевана. И вот он говорит Иосифу, что эта территория будет уже принадлежать ему, как некоторая дополнительная порция земли. Вот он выделяет его среди всех братьев. А в следующей, 49-й главе, он всех их благословит. Продолжение следует...